Новый стандарт по плавному, так называемому, бесшовному переходу ребенка из детского сада в школу – региональный проект, который называется «Предшкола». С 1 сентября этого года все школы Подмосковья перешли на новый стандарт – предшкола, главным акцентом которого является как раз бесшовный переход из детского сада в школу. Дети получают все необходимые навыки для того, чтобы успешно обучаться в школе. По словам директора, прием документов в школы начался 15 февраля. Дети, которые переходят из садов в ту или иную школу, входящую в единый образовательный комплекс, имеют приоритетное право при зачислении и другие преимущества. Например, с воспитанниками проводят учебные занятия в игровой форме, знакомят с будущими педагогами, тем самым постепенно погружая их в школьный процесс. При необходимости приглашают психологов. Так все легко и просто произошло, вот этот вот переход с детского сада в школу автоматически. То есть мы не ходили, не бегали нигде в очередях, не мерзли на улице. Просто мы в садике написали заявление, собрали все документы, отдали нашим воспитателям и они уже дальше все пустили в процесс. Пока родители пишут заявления, педагоги уже с нетерпением ждут новых учеников. Мы очень любим своих будущих первоклассников, мы их очень ждем, нам очень интересно, потому что я вам, честно скажу, у меня такой интересный набор. Дети разные и с ними очень интересно работать. Хочу поблагодарить воспитателей, администрацию детских садов за таких чудесных детей. Спасибо им большое. С 1 апреля начался прием заявлений родителей и законных представителей детей, которые поступают в первый класс. Согласно постановлению главы городского округа Щелково о закреплении жилых микрорайонов за муниципальными и общеобразовательными учреждениями городского округа Щелково. На данный момент принято заявление около 1600, то есть более 1500, что составляет 70% от общего количества прогнозируемых первоклассников. Но ожидается прием документов, заявление на поступление в первый класс около 3000. С 6 июля начнется второй этап приема заявлений. Родители смогут выбрать любую школу для обучения ребенка. Прием будет вестись на свободные места. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.